16 апреля туркам зададут один очень важный вопрос на референдуме, к которому готовились годами. Хотят ли они президентской системы правления в своей стране? Что это будет значить для Турции? Если более 50% скажут «да», многие полномочия турецкого парламента перейдут к президенту, а вместо премьер-министра появятся вице-президенты. По сути дела, президент Раджеп Таибардаган получит право предлагать бюджеты, быть членом политической партии, издавать указы, имеющие силы закона, менять структуру Министерства госучреждений, распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, назначать больше верховных судей страны, назначать министров без одобрения парламента. Наконец, изменения в Конституции также обнулят формальные сроки правления. Это позволит Раджептагану остаться на посту президента до 2029 года. Сторонники реформы утверждают, что сильный президент восстановит необходимую стабильность и укрепит Турцию во время, когда страна сталкивается с внутренними и внешними угрозами. Критики считают, что изменения укрепят не страну, а лишь власть Раджептагана. Главный оппозиционер Кемаль Кэлыч Дарагло заявляет, что у предложенных изменений нет адекватной системы сдержек и противовесов, что они попахивают авторитаризмом и превратят парламент в консультативный орган. Чего можно ожидать в воскресенье? Можно лишь догадываться. Согласно новым опросам, за собираются проголосовать примерно столько же людей, сколько и против, а каждый шестой турок еще не определился. Наверное, поэтому сторонники реформы так сильно агитировали за нее среди трехмиллионной турецкой диаспоры в Европе. Результатом референдума могут стать самые важные изменения в турецкой политике с момента основания страны в 1923 году. Как вы думаете, какой путь выберет Турция?